Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. В основу этого фильма легла личная история, которую мне прислала зритель с моего YouTube-канала. Накануне мы с группой провели экскурсию, прогулку, исследование по улицам Причистенко в Мертвому переулку, который Причистенский переулок называется сегодня Денежному переулку, и дошли до Арбата. Мне прислала письмо женщина об одном из домов Причистенского переулка, который назывался Мертвым, в середине XIX века. На картах середины XIX века он именно так и называется. Именно Мертвый, а не Мертвого, как говорят по имени сегодня, по имени там какой-то домовладелец, ничего подобного. Он так и называется – Мертвый переулок. И во дворах этого переулка есть особнячок, от слова «особняком», «стоять особняком». Дом, который стоит особняком, то есть отдельно. Мы не заходили в этот двор, и вот я вернулась и досняла много интересного. Помимо этого двора, еще в дополнение к нашей прогулке к Причистенской улице. Причистенской улице. Ну а сначала я хочу прочесть вам письмо, ту самую историю, которую я передаю с разрешения автора. Итак, здравствуйте, Галина, я ваша тезка. Вопрос «Кто эти богатые люди?» тоже возник и уже давно. После просмотра ролика о Причистенке хочу рассказать один случай, произошедший со мной и моим мужем в 2012 году. Точную дату я не помню, но попытаюсь восстановить ее, привязываясь к дате рождения щенка жесткошерстной таксы в моем питомнике. С него все началось. Короче, Любомиром, так назвали таксеныша, никто из желающих особо в летние месяцы не интересовался, и он у нас завис, но не суть. Так, уже припоминаю, это случилось накануне женского праздника, 8 марта. На улицах еще лежал снег, Любомиру перевалило за год. Мне позвонили по старому объявлению. На другом конце провода дряхлый надрывный голос женщины просил рыжую таксу. Рыдающая особа поведала о каком-то пожаре на ее даче, где погиб ее любимец. Немного успокоившись, женщина представилась марфой. Как выяснилось, у нее погибла гладкая такса, а у меня-то только жесткошерстный подросток. Но Марфа все равно очень просила привести то, что есть, наверное, для самоутешения. К Любомиру-то мы уже и сами привыкли, но сердце мое дрогнуло. Понимаю трагедию, но обычно едут за щенком сами, а тут просят доставить. Узнаю адрес Москва, Причистинский переулок, 5А. Мы-то из схемок. Не так долго до центра, без пробок. Минут 25 на машине ехать. Ладно, думаю. Неисповедимы пути господни. Проедем вечером с мужем и покажем своего Любомирку. Вдруг это его судьба. После договорилась с Марфой, обещала, что приедем после 20.00. Дальше все началось. Когда прибыли к месту назначения по навигатору, то ничего не могли понять. Причистинский переулок, пустая улица, какое-то нежилое здание, особняк за забором, с парадным крыльцом, света в доме нет. Напротив особняка посольство Марокко и следом посольство Австрии. Мы с мужем переглянулись, ни души вокруг, и такая тишина глухая, казалось бы, в центре Москвы. Действительно мертвая тишина, только ветер. Подумалось, что неправильно адрес дали. Куда-то нас занесло. Какой-то мороз по коже, все вымерли, что ли. Позвонили Марфе. Она сказала, что нас ждет. Мы-то прибыли, а как и куда зайти, не знаем. Справа от здания шлагбаум, вход во внутренний дворик. Прошли туда с кобельком на руках, тоже ни души. Позвонили Марфе снова. Она сказала, что сейчас за нами придут. Какой век мы попали. Ну вот, из дома, что во дворе стоял, появились подвыпившие молодые люди, две дамы и два кавалера. Один человек, по всей видимости, от Марфы послан. Он обратился. Это вы с собачкой? И, увидев собачку, сопроводил нас к деревянному дому. Мы вошли в дом и оказались у внутренней парадной лестницы. Лестница широкая, с перилами, а в моих мыслях подсказка дубовая, но невысокая. Один метр 20 сантиметров высотой до помоста, упирающегося в стену. И далее путь вправо или налево. И какая-то картина во всю стену в красно-коричневых тонах. Уж не помню, что на ней было изображено. Да, коричнево-красных тонах. Мрачновато показалось. А при входе в дом рядом с лестницей вальяжно лежали две легавые, русские борцы собаки. Нас предупредил о них этот проводник. В тот момент подумалось, что хорошо, что любомерка был на руках, а то бы затравили. Молодой подвыпивший человека попросил подождать. Не могу сказать, что я испытала в эти минуты. Справа на парадную появился какой-то мужчина, хозяин или барин в сопровождении какого-то пришлого собеседника. И нас, не замечая, они продолжали общаться. За нашей спиной в дом зашел еще один гость. И мимо нас, пройдя, начал договариваться с барином о каком-то репортаже. Только спустя некоторое время на нас обратили внимание. Нас заметить изволили, что в доме стоят какие-то посторонние. Спросили, кто такие и по какому вопросу. В ответ этот лакей, прислужник Марфы, представил не нас, а нашу собачку барину. Тут с левой стороны на парадную бежал маленький борчук лет восьми-девяти и закапризничал. У нас не такая была, мне это не нравится. Я сказала, прошу прощения, а где Марфа? На что получил ответ от лакея. Марфа спит. Конечно, он соврал. Нам с ней или ей с нами не дали встретиться. Она, похоже, в преклонном возрасте. Может, вообще в инвалидном кресле. Это мои догадки. Итак, барин сказал, собаку не надо. Мне с мужем уже до встречи хотелось покинуть это место. Я была напряжение, но разум предупреждал о чувстве осторожности с чужими собаками. В каком-то смятении мы вышли из дома, но еще не вырвались из удушающей обстановки. Стали ускоряться к выходу, скорее к машине. Догонку слышу, кричит этот Марфушкин прислужник. Постойте, вы же за деньгами пришли? Давайте я щенков заберу и вам заплачу. Я в ужасе от этой сущности еще более ускорила шаг, прижимая к себе Любомира. Никогда еще не испытывала такого нового чувства, как чувство унижения и презрения к себе со стороны господствующих тварей. Так вот, испытала. Я и обернулась и крикнула в ответ. Протрезвитесь сначала. А когда Марфа проснется, быть может, я ей все объясню. Забыла сказать, что Любомир этого прислужника укусил, когда тот по пьяни к нему руки потянул. Собаки не любят запах алкоголя. Ну, в общем, некоторое облегчение наступило, когда сели в машину. Причистенка нам надолго запомнилась. Кружила метель. И нас кружила по подворотням. Никак выехать из центра Москвы не могли. Никак выехать из центра Москвы не могли. Может, мы в другом измерении побывали? Бесы, что ли, пургу нагнали? Но потом кое-как разобрались с выездом. Дома стала наводить справки по улице и по дому. Узнала про бывший мертвый переулок. Ого! А жуткий внутренний холод в том месте действительно испытываешь. Ну и дом пятя, как особняк, в котором жила знаменитая скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Ну, Вера Игнатьевна там недолго жила, и она тут ни при чем. А вот эти, похожие на луначарских всяких, там остались. Живут в центре Москвы и поныне. На следующий день, восьмого марта, светило солнце. Я уж подумала, а не почудился ли мне день вчерашний? К обеду приехали мои уже взрослые дети. Я успокоилась, сели за стол, и тут снова зазвонили тот самый представленный опекун к Марфе. Он собирался приехать за Любомиром, с Марфой. Я попросила его дать ей трубочку, чтобы поставить точку в этой истории. Барин уж точно не возрадовался бы. Любомир остался жить у нас. Мы сейчас на даче, в Тверскую область перебрались. Вот решила поделиться тем, что на собственной шкуре, как говорят, народе испытала. Спасибо большое за ролики, Галина. Убеждаю, что не одна я, а многие испытывают похожие чувства в патогенных зонах. Когда вот эта личная история, когда я прочла, там мне автор этого письма прислала фотографию Любомира. Я говорю, вот этого, вот этого прекрасного, вот эту собачку хотели взять, вот этот дом, особнячок, эти какие-то непонятные странные люди из прошлого, тени из прошлого. Она мне отвечает, да, Галина, именно его. Никогда не знаешь, кто говорит с тобой на другом конце провода. Это Марфа, имя-то русское, меня поймало на жалости и сострадании, и я имела неосторожность подарить ей надежду. Я и предположить не могла, что мое намерение поддержать и утишить старую женщину затянет меня в это жуткое место. А этот дом можно на карте Гугла-то легко обнаружить. Он за особняком. Получается, что их не видно на видном месте. Психозащита там какая-то непроглядная для посторонних поставили. Все они по мертвым переулкам прячутся. Я чуть позже нарисую, где вход. Туда просто так никто и не забередет. А Марфа, может, она там в заточении, в каком-то смысле жертва. С ней не особо-то считаются. Но имеет подчинение слугу. Попробую нарисовать сейчас картину того места. Далее пишет мне Галина. Я была там вечером. Снаружи этот дом не рассмотрела. И он не был освещен. Если б горели окна, но с этой стороны по ходу стрелок может и не было окон. А может, этот дом подземных этажей имеет несколько. Почему бы не предположить, что есть и пути сообщения между этими пришлыми под землей. Но заявлять об этом рано. Нужен фактический материал. Написала, что дом деревянный. По впечатлениям изнутри. Барина описывать не стала. Он был одет в черное. По внешнему виду, как старый аристократ. Деспот. Черные волосы. Просто коротко обрезаны. Стрижка каре. Зачесана назад. Такой же манерный и их злой отпрыск. Но чуть посветлее. Главное быть осторожнее. Собаки легавые там живут. На людей может и не отравлены. Ну как знать. Вдогонку хочу немного добавить по тому, что чувствуешь в этих местах. Вот в округе никого, а чье-то невидимое присутствие ощущается. И хотя мы не испугливых, ощущение настораживает. Человек, он как биолокатор, состоит из воды в основном. Может, молекулы воды внутри организма поляризуются, и сигнал тревожный поступает в местах пустот подземных или жилводоносных. Когда я была там, ощущение пустынности этих мест есть. Ну вот прям какую-то детективную историю я вам рассказала. Но меня заинтересовало, естественно, это. Я, поскольку мы прошли мимо этого переулка, я решила туда съездить еще раз. Когда я была там, ощущение пустынности этих мест присутствует, безусловно. Единственное, что его нарушает, это работа строителей, реставраторов или перестройщиков под заказ хозяев или фирм. То есть там сейчас работают строители. Поэтому снимать приходилось урывками. Еще что заметила. Возможно, повышенный интерес к старым допотопным зданиям, подвалам, закопанным окнам послужило то, что рабочим и строителям на сегодняшний момент, вот по Москве, по крайней мере, дано четкое указание, как отвечать на подобные расспросы. И они в разных местах сегодня говорят одну и ту же фразу. Там нет ничего, никаких подвалов, нет-нет-нет-нет, ничего. В доме больше никого нет? Нет-нет-нет-непого! Вот какое интересное наблюдение. И сопоставление названий аж три сходятся вместе. Мертвый, который при чистенке чистый, отчего? Малый Могильцевский, Большой Могильцевский, и тут же Денежный, а поперек Левшинский и дом Анны Голубкиной с ее или его скульптурами погибших в глиняном потопе москвичей. Еще автор этого письма, она вот так и сказала, что они как раз и селятся. Вот мертвые, тут же денежные. Деньги они очень любят. Эти вот тени из прошлого. Вот эти вот как бы люди-нелюди. Это вот те самые захватчики или вот их потомки, которые здесь вот так вот, они таким образом прячутся. Хочу сказать, что действительно там как будто вот особняк, он вроде бы есть, но как-то у меня получилось очень мало его снять. Вот прям буквально несколько секунд. Урывками. Я не знаю, почему. Я шла, снимала, но почему-то он мне заснялся вот прям буквально урывками. Вот одно фото. Я его обошла. И действительно там как-то очень неловко. Еще мне встретился один такой очень недоброжелательный человек и стал спрашивать, что я тут снимаю. Говорю, Москву снимаю. Недовольный такой житель там одного соседнего дома. В общем, как-то действительно, может быть, это я под впечатлением от собственного рассказа, но как-то мне было тоже вот немножечко некомфортно находиться в этом вот в этом дворе, в этих дворах этого Причистинского переулка. То, что у него какая-то история черная и страшная, похоже, что мы уже вот на нескольких экскурсиях, на нескольких прогулках, мы это уже и следы нашли, и огромных катастроф, и, по всей видимости, здесь очень много погибло или погибших было. Поэтому и названий таких не случайно в одном месте сконцентрировано несколько таких названий, как «Мертвый», «Могильцевский». Ну и тут же «Денежный», и тут же «Денежный». Там, где селилась вот эта вся элитка наша и советская, в том числе Луначарские, Бахтангов там был. Вот как-то так. Элита-то у нас тоже она непростая, вы же понимаете, что просто так в элиту абы кто не попадает, не должны соответствовать определенному эгрегору вибрациям. Хочу немножко остановиться на одном интересном доме, на котором у меня было мало информации, но там очень много символики. Мы ее проходили, мы показывали эту символику с этого дома. А теперь я хочу вам показать, как это представляет официальная наука. Сайт «Узнай Москву», «Московская реставрация». Вот он, этот дом, особняк Гудхеля. Карла Гудхеля. Причистинский переулок, дом 8, строение 1 и 2. Этот дом строился не для конкретного владельца, а как архитектурный объект. Вот с такой интересной символикой. Итак, в конце 19 века в Россию и Европу пришло новое модное течение строительства особняков под ключ. Опять-таки у нас конец 19 века. Дом строился не для определенного владельца с его вкусами и пристрастиями, а как архитектурный объект. Для этого очень подходил стиль модерн. Нам таким образом объясняют этот стиль модерн. Вот это все завитушки, вот эти все утопленники. Это стиль модерна, оказывается. Итак, в 1899 году молодой и богатый банкир Яков Рек создал Московское торговое и строительное акционерное общество. Молодой и богатый банкир. Вот они все тут и появляются. Все банкиры у нас появляются во второй половине 19 века, что еще раз подтверждает. Еще один у нас тут банкир стал фигурировать, Яков Рек. Естественно, не русский человек. Это все и так понятно. Что интересно, что здесь вот в статье пишется «Под строительство новых особняков, под ключ общества купила старую усадьбу князя И.А. Гагарина в мертвом переулке, который сгорел в 1812 году». Итак, купил старую усадьбу, которая сгорела. Ну, насколько она сгорела. Очень многие, как говорят, сгорели. И потом на их стенах, что в Денежном переулке, что на Причистинской улице, что в самом Причистинском переулке, очень много именно. И пишется, что построены на вот этих стенах, полностью повторяя периметр здания, бывшего старого здания. Какие-то вообще там на старых палатах построены. Насколько она сгорела, неизвестно. Ну, и название четко «в мертвом переулке», а не «мертвого», не по имени кого-то, а конкретно «в мертвом переулке». Итак, особняк номер 8 в Причистинском мертвом переулке, построен в 1903 году, архитектором Балькотом. Чудесную архитектурную графику. Они это сделали. Этот особняк уникален. В отделке преобладают мотивы року-ко, придающие этой небольшой постройке камерность и удивительное изящество. Здание симметричное, в отличие от других построек, стиле модерн, потому что оно построено на старой усадьбе. А может быть, оно просто переделано под вот уже этот архитектурный дом и добавлен вот этот модерн, так называемый, лепнина. Центральный резолит посередине – это главный вход в особняк. В середине арки портала входной двери на прохожих смотрит изящная девушка Ларри Лея. Это то, что мы видим, как погибшая девушка, в какую-то голову ее сжимают. Который такой же аппарат или что там, такие же волны, которые и на фасаде Барберини в Италии в Риме. Такой же он модерн. Получается у нас изящная девушка. Такие же девушки венчают веньерки декоративных композиций над тройными окнами. Все они там в волнах у них, волосы на воде как бы расплываются или на чем-то там. Фасад облицован сверкающей глазуровной розовой плиткой, на которой выделяются липные пану, изображающие младенцев в путьсе. Скорее всего, вот этих самых карликов. Округлым очертанием орнамента входят округлые оконы, дверные проемы, ракайленный орнамент и стеклянный навесной козырек над входом, заимствованный из французского ар-нуво. Дом у московского торгово-строительного акционерного общества купил сын известного нотного издательства Карл Гуд Хейли. Ну, все наши, Юли, да, понятно. Здесь ничего не сказано. Вот про эту композицию, вот про эти скульптуры нам все рассказали про стиль барокко. А вот это что такое? Что у нас тут на крыше стоит? Урны погребальные. Вообще это похоже больше на погребальные урны. Теперь двери у нас здесь сделаны под высоких людей. Особенно боковая дверь конкретно. Ну и еще, конечно, меня удивило то, что сейчас это посольство Марокко с красным флагом и пятиконечной золотой звездой посередине этого флага. Как все интересно. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Чего мы только не узнаем. Вот так вот наблюдаешь, ходишь мимо и не знаешь, что происходит. А вещи-то интересные происходят. Вот такой домик у нас. Значит, здесь у нас стиль барокко вот этих девушек, как нам написали. Дом, который стоит рядом с домом номер 8 по Причистинскому переулку. Дом номер 10, где у нас вот эти вот девушки с похожими завернутыми во что-то волнами или агрегатами пыточными, которые у нас изображены на фасаде дома Барберини в Риме в предыдущем фильме. Я показывала об этом, о символике. Так вот, это тоже построено тоже самое торгово-строительным акционерным обществом по проекту архитектора Валькотта. То есть, вот это все делал Валькотт. Это уже конец 19-го, начало 20-го века. Вот эта символика одни из хозяйственных усадеб князя Гагарина. Их было несколько, была большая усадьба и их разделили на несколько участков. Возможно, что это тоже построено на старых стенах. Что там было на самом деле, история умалчивает, фотографий никаких нет. Но вот в 1850-х годах на территории владений жил известный хирург иноземцев. А тут даже с 1816-го есть известие, кто здесь жил. В 1820-м. Ну, что вот интересно. Значит, 1850-го у нас на территории владений жил известный хирург иноземцев. Позднее усадьба неоднократно меняла владельца к концу 19-го века сильно обветшала. Опять-таки, с чем мы здесь сталкиваемся? У нас скачок временной, про который нам сказано, что усадьба неоднократно меняла владельцев. И вот к концу 19-го века ее берет торговое строительное акционерное общество. Вот эту усадьбу делят ее на несколько кусков, но бизнес есть бизнес. Так, собственно говоря, и сегодня поступают. Берут большой земельный участок, дробят его и со странами так же поступают. То есть, это неудивительно. Это все то же самое. Капитализм, он опять вернулся, и мы просто его видим и понимаем, как он работает. Когда мы жили в Советском Союзе, мы этого не понимали, для нас это была полная абстракция, что это такое происходит. Сейчас мы начинаем понимать, как это происходило в том же самом 19-м веке, во второй половине. Так вот, у нас тут опять получается временной скачок. Вот последняя дата у нас датировка известная, 1850-е, далее у нас сказано, что неоднократно менял владельцев, причем до этого момента. Здесь у нас как бы 816-й бригадир там приобрел известный, 820-й муханов, иноземцев. А дальше у нас тишина, никаких известий и только уже 1899-й год. Вот так вот. И это по всем особнякам, такая история по всем особнякам Пречистинского переулка, Пречистинской улицы. Вот такая история. Есть у нас после вот этих середины 19-го века у нас здесь идет провал. Здесь, по всей видимости, никто не жил. Они начинают это все осваивать только в самом конце 19-го века. А вот теперь минуточку внимания. Похоже, я тоже попала под морок или мы все вместе попали. Вот сейчас прямо будем разбираться. Дело в том, что когда я монтировала вторую часть этого фильма по Пречистинскому переулку и Пречистинской улице и по символике других домов я уже ушла в принципе на саму улицу. Там уже дома показывала. И вдруг меня торкает. Я вот тут вот использовала вот этот сайт Пешеград Клуб любителей пеших прогулок. Здесь вот есть такие экскурсионы, чтобы официальную точку зрения узнать о истории зданий. И вдруг я вот поскольку у меня первая часть была посвящена первая часть у меня была посвящена дому именно Пречистинском переулке дом 5А то вижу я вот эту вот вещь вот такую вот я до него дошла до этого домика сейчас покажу все это мы показывали в предыдущих фильмах и дом ученых. Здесь они в беспорядке вот этот вот дом я по нему как раз тоже делала монтаж и вдруг я вижу дом мастерская Мухиной Пречистинский 5А а я то вам показывала другой дом совершенно и там тоже было написано написано 5А но когда я стала смотреть свои папки выяснилось что я не сняла вот этот дом если он вот как бы сбоку находился и получается там два дома 5А я уже стала думать что я что-то перепутала потому что у меня конкретно вот такой дом был получается что вот этот дом на Пречистинской улице когда выходим это дом 5 напротив него дом ученых вот он дом ученых вот это получается дом Мухиной вот это пристрой вот это 5 видим въезд в подземный гараж здесь вот дальше у нас будет дом ученых напротив вот памятник Мухиной стоит здесь и получается вот он этот дом и он как бы получается дом 5А и я вам показывала дом 5А но он совершенно другой дом то есть это не этот дом 5А а вот этот дом 5А и это не дом Мухиной и что получилось что я когда снимала этот дом то вот у меня осталась только вот эта единственная фотография получается что я либо камеру не включила на съемку хотя была уверена что я его снимаю но с той стороны вот дома табличка именно я вот так вот его обошла и вот сюда пришла и дальше я пошла вот в эту сторону дворов я показывала так вот там с той стороны табличка что это дом 5А и что получается получается я что-то напутала потому что дом 5А это дом квартира Мухиной скульптора и тогда я сейчас пошла в карты Яндекс и что же я там увидела сейчас посмотрим и вот смотрим карты Яндекс у нас Причистинский переулок дом 5 вот это у нас получается дом ученых вот здесь у нас получается дом мухиной что ли и вот этот он у нас дом 5А которым я вышла потом на чистый переулок так нет вот он дом 5А вот здесь строение дом вот этот дом я показала вот этот дом сюда он был закрыт здесь вот попасть было невозможно потому что здесь было все закрыто я сняла вот этот домик вот получается Галина которая мне написала письмо она была права что сюда вообще попасть очень сложно в этот дом дом 5А он действительно как бы скрыт вообще-то здесь шли какие-то реставрационные работы и поэтому меня вот так вот и завернуло но я с полной уверенностью что здесь была вот с этой стороны табличка дом 5А вот такой какой-то морок и на меня напал в этом в этом дворе поэтому здесь я смогла только обойти съемку я здесь не вела а только фото вот здесь вот проходила дворами вот здесь вот дворами я проходила вот здесь я уже сняла этот дом вот такой казус и со мной вышел и на старуху бывает проруха что называется значит действительно и я тоже не заметила со двора этот дом он как будто спрятался подтверждаю у меня такое же вот ощущение возникло после всего этого даже когда я делала фильм вот крутанула получается что особняк этот я снимала там где памятник мухины а со двора я его не разглядела никакой стеклянной крыши так что видимо еще приеду в этот переулок изучать эти странные места еще немного домов которые мы не показали в своей экскурсии а здесь по символике немало есть что посмотреть через чистый переулок выхожу выхожу на перчистенку эту часть улицы мы не проходили со своей прогулкой исследований я покажу несколько зданий с интересной символикой к 17 дробь 9 доходный дом 1874 года архитектор обер в основе палаты 18 века и 17 дробь 10 это все сливается в одно здание усадьбу Дениса Давыдова через дорогу дом номер 1911 строение 1 ныне здесь музейно-выставочный комплекс российской академии художества галереи искусств Зураба Церетели какая должна быть волосатая рука у этого Зураба Церетели и при Лужкове в полном порядке и при Собянине символика богатая и красивая вообще на причистенке очень красивые особняки которые не очень сильно пострадали при пожаре 1812 года однако большинство из них перестроены под новых владельцев на старых стенах во второй половине 19 века то что как минимум три палаты и дом Дениса Давыдова построен на стенах палат 17 века можно предположить что вся улица так была застроена когда-то поэтому в основе этих всех особняков дома более древние заложены и каменные в своей основе дом в галерее искусств и ресторан художник мое внимание привлекли статуи в стиле захватчиков если это и наводил то авторы в курсе ну либо заказчики и так авторство этих скульптур я не нашла если это Церетели вряд ли у него другой стиль а здесь классика далее очень интересный дом 2112 с масонскими цифрами 2112 число 21 в арканах Таро справка старший аркан мир 21 иногда его называют корона мага ну а карта Таро 12 это карта по вешенному не знаю но то что это зеркальные цифры и это так интересно символично я думаю на это тоже хозяева когда-то обратили внимание здесь есть табличка и надпись служебный корпус городской усадьбы Тучкова и Морозова начало 19 века охраняется государством то есть начало 19 века это российская академия художеств по официальной справке представитель династии русских промышленников Иван Морозов приобрел усадьбу на причестинке 21 в конце 19 века у вдовы своего дяди Давида Абрамовича Морозова то есть они друг у друга тут перекупали понимаете кто в общем-то хозяином был в Москве в конце 19 века Давиды Абрамовича это еще одно подтверждение что олигархи иудеи начинают массово появляться в России именно во второй половине 19 века символика и львы и волны со взрывами и колонны ионического ордера похожи фас на волны а в профиль на агрегаты в которых головы закручивали либо эти головы все-таки погибли в потоке вот в этих волнах это волны трудно сказать и так и так символы волн и вспучивания волны волны какое совпадение и в этот момент проходит экспозиция Татьяны Назаренко диалог со временем понимаете диалог со временем но на афиши опять-таки трагедия погибшие дети как в 19 веке у статуи на входе женщина за спиной которой рыкающий лев с шаром под большой сильной лапой шар вероятно символизирует землю планету вторая скульптура женщина фемида с ангелочком и голым карликом в шлеме с копьем что символизирует непонятно или понятно карлики прилетели и вершат судьбы все декоры хотя и несут символику захватчиков но сделаны очень красиво тот кто это исполнял был мастер балконы консоли в виде волн ажурные решетки естественно засыпанные окна как же без них на крыше погребальная урна все-таки я склоняюсь что в данном случае это именно погребальная урна а не светильники напротив этих дворцов доходный дом И.П. Исакова номер 28 с красивейшим фасадом с символикой потопа дата постройки конец 19-го начала 20-го века обращаю внимание что дом-то старый из красного кирпича а фасад пристроен позже возможно что датировка постройки его дома идет как раз по датировке создания вот этого фасада таких домов очень много по Москве краснокирпичных но как можно обыграть фасад чтобы здание стало шедевральным так что полагаю дата постройки отсчитана при реконструкции и какого года на самом деле это здание вопрос однако что там по символике дом 28 над маскароном похоже лампочки арматура либо подводка кабелей сама голова в каком-то обруче и похоже что в волнах рядом сплошь по верхнему этажу фасада четыре ряда символичных волн а весь козырек все же был освещен лампочками склоняюсь к такой версии они были заштукатурены и выглядели как декор сейчас штукатурка облупилась и материал виден другой возможно металл голова голова человека кажется будто бы в пышных волосах но если посмотреть ближе то видна голова с плотно сжатыми губами напряжение и она в волнах то есть это не волосы это все-таки волны чего-то а орнамент на фасаде действительно напоминает бесконечные волны они просто идут стеной четыре ряда скульптура похожа на спасательный круг захлёстывающих глиняных тяжелых волнах вид сбоку еще больше напоминает это и в этих волнах в главной точке композиции по обеим сторонам слухового окна сидят две барышни одна с факелом по официальной трактовке это символ просвещения а вторая с книгой по официальной трактовке это образование вот только зачем им волны или все же эти дамы другой смысл себе заключают эти скульптуры вершители судеб сидят значит эти девушки так комфортно в волнах похоже они им не мешают а что у девушки справа в левой руке правой книга или свод законов а в левой перо слишком раскидистое вот фото где штукатурка обнажила красный кирпич ну и плюс к этому пока делаешь фильм приходит новая информация и один человек мне написал в личку что похоже вот во всех этих символиках тоже есть морская тема я вот только что тоже сказала что похоже как на спасательный круг или якоря и веревки вот что-то связано с морем но если у нас существует морское право если оно было до Советского Союза и сейчас оказывается у нас Российская Федерация тоже по морскому праву существует то значит это вот вся их символика это все-таки захватчики которые пришли с моря и так я все-таки не уложилась не показала я вам всех объектов которые хотела показать на причистенке так что придется делать догонку еще какое-нибудь дополнение потому что многие зрители которые не бывают в Москве или не могут попасть в Москву они просят меня об этом чтобы я показывала город поэтому я сделаю эти дополнения тем более съемки все-таки с натуры я делала ездила не зря же старалась поэтому обязательно покажу там есть что посмотреть ну а на этом данный фильм я заканчиваю подписывайтесь на мой канал всех вам благ надеюсь вам было интересно и познавательно благодарю вас за внимание с вами была Галина Конышева